На обзоре Пучино, фанатский город Героев 3, доступный в моде VCMI. Собственно, по названию можно понять, что город и обитатели его морские. Встречает нас очень даже приличный экран города, который мы начинаем отстраивать. Нерестилище позволяет нанять Орний. Название отсылает к нимфе из древнегреческой мифологии, но в форме каких-то странных отростков нервов. Имеет довольно крепкие пробивные характеристики для первого уровня и способность летать. Вообще, довольно серьезная игровая условность, учитывая, что это морские обитатели. Они скорее имеют способность плавать, чем летать. Ну, в мире магии все возможно, правда ведь? Электрические Орнии получают еще и шанс с 10% вероятностью нанести дополнительный урон ударом молнии. Укрытие раковины производит на свет песчаных крабов, особенность которых, как несложно догадаться, в хорошем уровне защиты. Их панцирь уменьшает входящий урон на 20%, а их апгрейд, глубинные крабы, игнорируют 30% входящего урона и бьют дважды. Рифовый туннель – обитель морских коньков, имеющих неплохую скорость. А улучшенная их версия, гиппокампы, с шансом в 35% применяют заклинание неудачи при ударе противника. Тепловодный инкубатор поставляет в государство глубинных медуз. Могут и в ближнем бою навалять, и в дальнем какой-то дамаг внести. Очень важный юнит для этого города, ведь является единственным стрелком. Штормовые же медузы дополнительно с шансом 20% пускают молнию, прям дистанционно. Коралловая пещера позволяет нанимать осьминогов. Они атакуют всех существ вокруг себя, им не отвечают на атаку, а дикие осьминоги еще и исцеляют в начале каждого раунда 30 здоровья. В дворце Юанти живут, соответственно, Юанти и войны Юанти, из способностей которых – игнор брони противника на 10 и 20% соответственно. Водоворот призыва призывает морских червей, имеющих какой-то бешеный урон, даже будучи не улучшенными. Владыки глубин же получают еще немного статов, и дополнительно с шансом в 65% привязывают к себе существ при ударе, как дендроиды, но с шансом. Герои делятся на оракулов и морских лордов, магов и воинов соответственно. Из достойных упоминаний – Аслер, специалист на золотых гиппокампах. Это третье улучшение существ, которое доступно исключительно с помощью этого героя. Верна тоже позволяет получить уникальный третий грейд, но первого уровня существ. Кровавый хорний. Грилл, как написано в биографии, цыган со странной силой, а именно повышение эффективности цепной молнии в зависимости от уровня героя. Ну и крас. На деле специализация такая себе, но так как она необычна для стандартных героев, мне очень даже приглянулось. Бонусный осьминог при найме. Пятый уровень существ, между прочим. К слову, золотые коньки еще более лютые по статам. Тринадцатая скорость у третьего тира. Что за безумие. Ну и еще у них немного увеличен шанс наколдовать неудачу. Вместо 30% – 50%. А вот кровавые орнии вас удивят. Казалось бы, куда еще круче для первого уровня. Но там просто какое-то безумие начинается. Мощные статы, хороший урон, высокая скорость, шанс ударить молнией и... Вампиризм. Да, вы не ослышались. Он, конечно, всего на 10% такой же мощный, как у лордов-вампиров. Однако это первый уровень существ, напоминаю. Уникальные постройки. Моллюски увеличивают прирост крабов на 4 в неделю. Морские ежи увеличивают прирост коньков на 3. Свет-хранитель на 2 повышает боевой дух войск, защищающих город. И следующие за ним водоросли гармонии увеличивают силу заклинаний посещающего замок героя на 1. Гралем выступает магический вихрь. И он, к сожалению, не дает никаких особых бонусов. Гильдия магов, к слову, тут 5-ти уровневая. И выглядит довольно стильно. Ну, в общем-то, ничего особенного. Скажите вы, упустив еще одну очень важную фракционную постройку. Кузница. Тут она производит не абы что, а последнюю разработку морских ученых. Гарпунное ружье. Оно немного сильнее по характеристикам базовой баллисты. И плюсом ко всему может применить к противнику паралич с вероятностью 20%. Дистанционные скорпикоры получаются. В полностью отстроенном варианте город выглядит так. Дополнительный контент, который я обнаружил вне города и в редакторе карт. Нейтральные существа, принадлежащие этому городу. Кракены, по всей видимости, 7 уровень существ. По статам и особенностям копирка древних чудищ. С одним отличием. Игнор вражеской защиты не 80%, а 50%. Лобстеры и грозные лобстеры. Что-то около 4 уровня существ. С игнором брони на 15%. И игнором входящего урона тоже на 15%. Ударные палачи. Медлительный 3 и 4 уровень существ. С неплохим уроном. Имеют небольшой шанс в 5% заблокировать вражеское заклинание, а также могут наколдовать оберег от воды. Глубинные орнии. Уже четвертое улучшение первого уровня существ, которое, по всей видимости, можно встретить лишь на карте приключений. Статы еще более жуткие. А также добавилась еще одна способность. Вытягивать по 5 единиц маны за раунд. Что делает этих тварей просто невыносимым бой. Собравший в себе все навыки некромантов. Водоросли и ядовитые водоросли. Вот эти штуки вообще меня очень сильно удивили своей способностью. При принятии защитной стойки они получают аж 50 защиты бонусом. Лучший танк для прекратия лучников и не придумать. Темноводные и глубоководные. Из забавного, не лучшая версия имеет иммунитет к ослеплению. А лучшая его теряет, но становится сильнее в характеристиках. Ну и фракционная сокровищница. Водный храм. Тут нам предлагают сразиться с 25 золотыми гиппокампами. У которых я напоминаю 13 скорость. За что мы получим 7000 золота, 10 кристаллов и 10 самоцветов. Они конечно хиленькие, но за счет их скорости, без потерь подраться вряд ли получится. В общем, что я думаю об этом. Задумка 6 из 10 нравится, но уж очень не вписывается в реалии героев. Это должен быть либо полностью морской город без возможности выхода на сушу. Либо вообще какой-нибудь город со своей собственной морской компанией. Сильно уж в мозг впивается, что эти морские обитатели левитируют на суше. В крайнем случае можно реализовать спавн города на накладном ландшафте чистой пруды. Если уж не на воде. Ну, наверное и разработчик думал о такой реализации. Просто она слишком сложна. Дизайн тоже на шестерочку. Нравится внутреннее убранство города и его постройки. Но не нравится спрайты юнитов. Цветокор какой-то слишком вычурный, как по мне. Да и вот эти вот анимации 3D вообще не вписываются. Музыкальное сопровождение успокаивающее, обволакивающее. Под стать морскому дну. На десяточку даже тянет. Геймплейно на семерочку из десяти. Нравятся фишки и существа героев, но немного недожато, как по мне. Да и не все способности оригинальны. Общее впечатление тянет на крепкую ладью. Залетай в наш телеграм-канал по героям. Там такой контентище. Закачаешься.